Вищества, если разрешил, Господи, прости меня, Гереша, помилуй и благослови, и от святий дары посылаемые Тобой Слово истинной молитвы. Аминь. Присядьте немножко перед обедом, и отопитывай для меня Бога. Всего в Библии нет, о том не рассуждаем. А что есть, о том рассуждаем. И поэтому то, что написано в Библии, оно требует разъяснения. Есть толкователи. Библия – это одна книга, а оттолкования – 300 книг. Триста, не считая так, какие позже появились. Патравония Амини называется. Каждый том – вариант. И вот, допустим, Господь сказал Абраму оставить народ, чтобы куда-то пойти. Однострочкой. А Затауст развивает, какой был народ, какая погода была. Сын Человеческий называется книга отца Александра Миния. Он – это так. Ребята, после маратронии, к первому даю. А туда, когда являются другие, уже воскресшие, они начинают и говорят – ты зачем тут залез? Как ты попал сегодня? Пока никого тут нету, где-то что-то утащить. Вот это разговоры. У меня такое, как бы, продолжение разговора. У человека под старость оскудевает силы. Написано – отца не пренебреги. Когда будет оскудевать сила, оскудевать муравь. Это, естественно, отмирание клеток и обмирены где-то. И вот холодно. В первую очередь мерзнут ноги. Далеко. Я не буду. Другое дело лишь. И что нужно делать? Грелку. Грелка. Она помогает. Мне сделали грелку, сам я не покупал. А то, что она ночью будет протекать, никто не знал. И утром ржавое пятно на постели. Думай, что хочешь. Исковое стекло. Тогда я стал делать так. Через одеяло проткнул уши, протянул. У меня второй этаж. И грелка в вертикальном положении. Она стоит у меня подтянутая. Она говорит, а грелка не лежит. С нее не вытекает. Но это не всегда. Массово этого не было. Массово это на вопрос. Ну вот, в жизни бывает так. Много человек видит, но щедрый самый, буквально самый, безумный поступок делает тогда, когда это делает женщина. Что-то там особое. Какие-то флюниды особые. Ну, потанцевала. Да половина царства отдам. Прости, чего хочешь. Златарус говорит. Еще раз танцует и голый пойдет. Вторую половину отдашь. Прости, чтобы на втором раз не стало танцевать. И вот, считаем, 6 глава 1 стих Исаия. В год смерти царя Озии видели Господа, сидящего на престоле высокому превознесенному, и края визью наполняли храм. Все, больше ничего нету. Около шести проповедей, говорит Иоанн Златоуст. Почему в год смерти царя Озии? Оказывается, он был прокаженный, а отдельный дом ему сделали, а за город не выселили. Или это царь. Потому что царь. Закон-то говорит один, и для царского достоинства там другое. Владимирский собор уже новозаветний. Уже новозаветний. 44 правило говорит. В алтарь мирянин да не входит. А потом примечание. Кроме царского достоинства. Царь мирянин, но ему можно заходить в алтарь. Зачем это исключение сделали? Что там молитва ближе или где-то? Ну, я в основном так и думал, зашел молиться. В это время заговор. А для террористов, для киллеров, им разницы нет. Они ворвались туда и в алтаре его зарубили. Он оборонялся крестом и руку отрубили. Это еретика. А мы-то православные. И делали это православное. Ну вот бывает, я могу сказать, что ноги мерзнут. Я сейчас вторые носки надел, а у меня еще есть связанная сестра здесь подавила мне. Вот. Любоминаю. Я думал, собачья шерсть, это верблюжья носки. А я собаку вычесывал и два мешочки от собачьей шерсти. Она очень полезная. Но некому нитки сделать. Ну ладно, обойдемся без собачьей помощи. Вот. И у царя вот так же самое. Холод наступил. И ни один не предложил другой. Надо такую грелку сделать в одном экземпляре. Бывают машины такие дорогие. Сейчас их поддают с аукциона. Ну одна специально сделана как премьер-министра. А ему. А поискали бы красивую девицу в царстве. И чтобы она грела его. Ну понятно, что голова в голове, не к ногам в голове. Как она? Ногами его, она его и грела. Дальше ничего не написано. Но второе, что и он не познал ее. Это уже великое достоинство, что он не познал. Там с крыши чуть не упал, когда увидел. А на самом деле упал. Разбился. И вот теперь у нее стаж записывается, дорогой или нет, что она тут работает. Вопрос за вопросом возникает. Как она должна была одеваться? Белогизартеры не существовали. Что он вспоминал? О чем шептался? О чем? Не может лежать чупер. Человек, который имел столько жен и прочее. Я уже сам так размышляю. И чупер не знали, что царю нравится. Чтобы она была не конопатая, не косоглазая. Не такая, чтобы упертая была, как Ага Прилыкова. Ему нужна такая грелка, чтобы она грела его. И грела хорошо. И вот я дальше начинаю рассуждать. В одном экземпляре эта грелка была. Князья про это знали. Было написано. Были ли еще эти случаи? Не знаю. Но когда царица Асти не покорила царсерсу, что делать царь говорит? Не пришла? Я ее хотел показать красавице. Я же избрал такую самую лучшую. Они сказали. Отстранец царства. Это, что она не пришла, будет известно по стране. Князья узнают. Княжные не будут слушаться. Дворяне не будут слушаться. Крестьянке во всем царстве разлад будет. Выгоняй ее. А другую дадим, чтобы поискали тебе. Ну и поискали, нашли, набрали. Теперь он сам выбирал. А Давид сам ходить не мог. И они выбрали. А может быть и приводили нескольких. Конкурс какой-то был на красоту, на теплоту. Я уж не знаю тут. Раз разрешается на события думать, я и думаю. А к чему я так говорю? К тому, что время, когда приходит, человек делается другим под старость. Другой совсем. Какой был там, смотрел, не смотрит. Ему отдельную черепушку дадут. Ешь отдельно там в чуланщике. А тут пролил. Тут есть такие притчи православные. А внучник там долго кормится. Это когда вы... Что ты делаешь? А когда составьтесь, я вас тоже так кормить буду отдельно. Там в чуланщике. Говорится. И вот здесь. Что он ей мог говорить? Неизвестно. А предположить можно. Что может быть говорила о своем расположении. Какой маней у него был. Какой ау. И проще. Дело в том, что Адонай. Это... Адонай, говорю, этот... Адония. Хотя слова-то и похожи. Потому что во многих словах слово Бог присутствует. Михаил не то, как Бог. Илья Бог, моя крепость. Так что созвучие очень близкое. И он пришел у Версавии. Матери Соломона. Когда он уже воцарился. И попроси еще. Сказал. Мне царство принадлежало. Я по старшинству. Должен быть. Но царь так сделал. Попроси, чтобы он отдал мне. Ависагусу на Витянку. Грелку эту. Он молодой. Грелка ему была не нужна. Зачем? Жениться. Соломон сразу понял. Отец мог ей что-то сказать. Это готовит переворот. И сразу сказал. Убить. Убить. А там его брат свой. А другой жены. Брат. Сразу же. Он предупредил его. Ты претендуешь на царство. Хоть малая попытка будет. Голова довольна. Вот мы историю когда рассматриваем. Ависага сыграла бы, может быть, самую отрицательную роль в государстве. У нас бы не было Соломоновых притч. Премудрости Соломона. Не было бы Экклесиаста. Не было бы Песни-песни. Четыре книги. Вот еще бы мы решились-то. Вот дальше-то рассуждаем когда. Вот эта грелка. Как она вставала, выходила. Или грелла только ночью. Или выходные давали. Тут еще не написано. А если другого нет. А почему было промышленности поставить на изготовление одной грелки. А это очень просто. Не надо. Она уже есть. И при этом приятная. Вот когда прочитаешь это все и видишь. Да. Разумные были люди. Они это понимали. И могли это не написать. Неполная картина была бы. Потому что вопрос возникал. У меня грелка. Она меня подмощила. А это не знаю. Сухо все было. Нигде ничего не написано. Хорошая была. Если так уже ее избрали. И видимо он Бога благодарил. Такая грелка. Ему легко. Приготовлялся. Молился. А может быть только на первых порах. А потом сказал. Да я без тебя теперь не поверну. Да ведь это на юге. На юге это не в Якутии. Не в Нарыме. И вот рассуждение по писанию. Применимо к современной жизни. Выглядит не совсем так. Как бы хотелось автору. Который это написал. Я сейчас. Вчера на ноги замерзли. В комнате сижу. Многие замерзли. Пришлось мне из-под матраса. Вытаскивать два носка надевать. А уже в первом часу ночью проснулся. Многие как горят. Носки бросил. Понятно? Мы ничего плохого не сделали. Не посмеялись. А просто удивились. И Господь бежит нас. Садимся за стол. Берите себя сами. Работы. Как в сказке. Мороз напал на кучера там какого. Мороз напал на богатого. Богатый занес. Обезный там давай. Давай ловить. Шубу стянуть. Мороз лезать. Полодевайся от него. Давай. Садимся. Пока.